Ну, давай. Ну, ладно. Ну, и сняли, и сняли. Подожди, я уже начал заново. Ну, что переснимать? Вот, сериал «Школа». «Школа». Да. Сериал «Школа». Нас сильно ругали за то, что мы трясли камерой. Вот. Поэтому мы решили сказать вам, что да, наш сериал будет называться «Школа». Хе-хе-хе. Пишет с грамматической ошибкой, пропустив букву «О» слово «Шоколада». Так вот, да. Наш сериал будет называться «Школа шоколада». Вот так вот мы решили. Да. Мы любим шоколад. И это наша эмблема. Да. Мы продолжаем. Сегодня пятница. Очередная третья по счету. Пятница тринадцатая. Да. Завтра-послезавтра у нас заканчивается Великий пост. Всем можно есть молочный шоколад. Да. Всем можно есть молочный шоколад. Темного мы наелись. Хочется уже молочного. Сегодня у нас есть задачка. Мы будем отливать какое-то количество пливочек. Вот опять много говоришь и скажешь, давай переснимать, давай переснимать. Давай не будем переснять, да? Нет, 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 ничего не буду. Что делаем? Работаем с ванной. Да. Что я делаю? Я вот формочки сейчас натираю. А для чего натираю? Для того, чтобы блестел потом шоколад. Правильно. Вообще на самом деле ближе к ванне. Вот ванну же хочется сегодня показать. Ну вот в первом ролике было это видно, сейчас тоже видно. Вот смотри, видишь кусочки плавают. Да, то есть мы темперировали шоколад. Это я пытаюсь темперировать шоколад с помощью этой ванны. Что я сделал? Я загрузил в эту ванну энное количество шоколада, лукеров, плиточках 9-граммовых. И выставил эту машинку на 45 градусов. Сделать это очень легко. Вот курсорчиком передвинул, выставил четверку. Вот здесь вот если мне нужно, например, выставить 46, опять передвинул на вторую позицию. Ой, соскочило. И вот могу менять 45, 46, ну в общем 45 я выставил. Вот, отлично. И растопил. Вот эта вот зелененькая лампочка, вот эта, показывает, что включился нагрев. И ванна пытается достигнуть температуры. Сейчас температура дна ванны 35,2. 35,2. Так вот, значит я постоял на 45, расплавил эту массу. Потом, что сделал? Потом я выставил на 30, на 32 градуса выставил, на 32. Засыпал сюда колет и начал вымешивать. Начал вымешивать шоколадную массу, вымешивать. Ну, при этом, соответственно, мы просто все время меряем, да? Да, как обычно темперируешь шоколад в чашках с помощью микроволновки. Но, как всегда, я шоколадом немножко переборщил и добавил его больше, чем требовало от того ситуации. И у меня получился такой момент, что не все кусочки расплавились. И вот они вот сейчас у меня в шоколадной массе плавали. Значит, что я дальше сделал? Я сделал дальше следующее. Я выставил на контроле 35 градусов. Вообще без опаски того, что у меня что-либо там произойдет не так. Ну да, шоколада много, он быстро не будет разогреваться. Да, при всем при этом у меня еще здесь 20 градусов у меня здесь. Вот, и какая у меня сейчас поверхность? То есть шоколад у нас после промешивания 31,2 градуса. Мы помним, что какао-масло у нас тает при какой температуре? Ну, смотря как ты его закристаллизуешь. Ну, в данном случае... 32 градуса. То есть темперированное какао-масло в пятой форме кристаллы тает при температуре 32. Поэтому наша задача растопить все оставшиеся плитки, при этом не перегревая шоколад. Погоди, что-то ты, мне кажется, путаешь. Почему какао-масло плавится при 32-х-то градусах? Ну, как это почему? Потому что тает во рту, а не в руках. В руках у тебя температура... В рту-то у тебя 36. Да, а температура рук меньше 30, 30-31. 30, да, 31 тоже очень жаркие руки. Слушай, давай-ка руку. Я тебе сейчас ладошку давай. Вот смотрите, у тебя ладошка 29,8. Это термометр не врет. Потому что она еще работала у меня, эта ладошка, она сейчас мешала. Знаешь, какая разогрета? Короче, Гай, по-моему, при 32-х что-то ты немножко путаешь. Не-не-не, точно. Короче, не важно. Не важно. Важно то, что нам необходимо немножко прогреть. Вот смотрите, если сейчас у нас температура шоколада здесь 31,4, да, мы поставили 35, 35 это та температура, которую держит дно нашей с вами ванны, и она сейчас начинает немножко прогревать донные слои шоколада, то бишь нижние вот эти, которые на дне ванны находятся, и разрушать часть кристаллов, постепенно подогревая всю массу. Мы знаем, что для темного шоколада, здесь у нас темный, загружен, для темного шоколада предельно допустимая температура 34,5. То есть выше этого нам перегревать нельзя, поэтому мы все время пользуемся пирометром для того, чтобы подглядывать за тем, что у нас происходит. Ну и, соответственно, просто перемешиваем шоколад со дна. Короче, важный момент. Вот с этой ванной, чтобы работать, первое, нужно иметь умную голову. Надо просто знать, что происходит. А второе, нужно иметь шопирометр к ней. Это да, не вопрос. Без пирометра проанализировать, что там в реальности происходит, очень сложно. Вот это не является термометром, через который вы можете считать информацию о... Да, это всего лишь то, к чему стремится температура дна. Это, конечно, очень четкий, на самом деле, градусник. Он вам показывает конкретно одну лишь цифру. Это не температура шоколада, это температура дна. Сейчас подождем пробник. Даже не только дна, да. Вкратце мы действительно должны рассказать о ванне. Итак, это результат наших длительных экспериментов. Скажем так, мы сделали уже, наверное, пятую или шестую версию вот этого прибора. Дело в том, что когда мы только начинали делать, у нас там много чего не получалось. Опять ведь скажешь, что долго, бла-бла-бла. Да, все, заканчиваем. Короче говоря, суть в чем. Те, кто захочет купить такую ванну, например, в каком-нибудь магазине, например, в Метро Кошенкере, да, за 5000 рублей, и решит, что он поставит ее и начнет работать с шоколадом, вы глубоко заблуждаетесь. В этой ванне никаких старых внутривостей нет абсолютно, да. В ванну помещены абсолютно новый прибор. Вот этот вот мини-компьютер, который управляет температурным режимом очень определенным образом. И супер нагревательные элементы. Инфракрасная. Да, инфракрасная пленка. Причем каждый сантиметр, вот из стенок в ванны, вот вплоть до суда, до верха. Есть там все-таки? Ну, слепые зоны есть, но их минимум. То есть задача была какая? Сделать так, чтобы равномерно нагревались все стенки и дно. Если подогревать только дно, на стенках вот здесь вот будет нарастать шоколад. Поэтому сделали таким образом, что фактически по кругу, по кругу, одна и та же температура постоянно поддерживается. Что на дне, что на стенках ванны. Поэтому можно смело глазировать конфеты. И у нас вот здесь вот никогда не будет с вами скапливаться, в отличие от чашки, холодный застывший шоколад. Это очень важно и нам это самим сильно нравится. В общем, в результате мы получили прибор, который с этой стороны холодный, там хорошая теплоизоляция. А изнутри нагревается определенным четким образом. Опять бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Кстати, вот, короче, для тех, кто купил, я сейчас жду просто пробник, чтобы быть уверенным, ну и показать вообще, что все в порядке. Для тех, кто купил эту ванну впервые, когда вы загружаете в нее шоколад, обязательно нужно сделать автотюнинг. Есть такая штука. И научить контроллер работать с датчиком, а точнее научить контроллер и датчик понимать шоколад, то, как он нагревается. Это очень важно. И делается следующим образом. Зажимаете кнопку моды и удерживаете ее. Появляется, значит, первое меню. Легким нажатием на кнопку моды мы уходим в параметру АТ. И выставляем, да, из ОФа в ОН. Из ОФа выставляем ОН и в МОДА фиксируем. АТ это автотюнинг. АТ это автотюнинг. ОН, то есть запуск. И запускаем все, в общем-то, и плавим первый шоколад на автотюнинге. Тем самым... Предварительно мы должны на дисплее контроллера выставить... Обязательно можно выйти из режима. Мы должны выставить 40 градусов. То есть мы загружаем шоколад. Загружаем шоколад, выставляем 40 градусов и делаем автотюнинг. Идея автотюнинга заключается в том, что контроллер постоянно измеряет температуру, смотрит на время плавления шоколада. И, соответственно, выстраивает у себя в своих компьютерных мозгах... Что у нас там получилось? В общем, вот эта умная машинка, вот эта вот, да, выстраивает у себя график. Вот, видишь, мои пальцы уже не оставляют свет. Да, шоколад имеет сухое ощущение того, что да, все сухо. Он еще как бы не довыслился, но я уже могу быть уверен в том, что все будет хорошо. Да, наша задача сегодня залить несколько плиток. Зодиаков. Что мы, собственно, сейчас и сделаем. Ты знаешь, ты прав, эта ванна на самом деле нужна только профессионалам. То есть это не для любителей. Однозначно, да любителю как бы объем такой не нужен. То есть и с ней имеет смысл играться тогда, когда у тебя и процесс идет какой-то, понимаешь, когда ты пролив делаешь. Если ты используешь шоколад в день 2-3 килограмма, на какой черт тебе тратить деньги покупать такую ванну? Делай это вручную, с помощью микроволновки, и все будет хорошо. Но если тебе уже нужно постоянно заливать, например, по 100-200 плиток таких, то понятное дело, что уже вручную не на темпеируешь. Слушай, а ставить вот так вот надолго, например, если нужно, не замерзнуть шоколад тебе? Ну, перекристаллизация возникнет однозначно. То есть процесс кристаллизации, если он пошел, а он при 32 градусах по-любому уже идет, то он не останавливается. Просто через какое-то время шоколад перекристаллизуется, и на поверхности он станет очень ярким, тугим. И что делать? Ну, а что делать? Надо голову включать, иметь некие навыки. То есть повторить то же самое, чуть-чуть поднять температуру до 35 и вымешивать, да? Восстанавливать? Да, в общем, да. То есть нужно разрушить лишние кристаллы по легким прогревам. Например, можно феном погреть верхний слой шоколада и потом его промешать. Ага, феном. Ну ладно, у нас кондиционер. Ребята, у кого нет кондиционера, феном пользуйтесь аккуратно. Фен нагревает помещение очень быстро, потом смаетесь. Все, в холодильник. В холодильнике 8-10 градусов, или 10-12 даже, для тонких форм вполне достаточно. Да, проба красивая. А еще, кстати, один важный момент по ванне. Я вот уже несколько вопросов получал по ней. Угу. Спрашивают, а обязательно в ванну загружать 25-25 килограмм шоколада, который она помещает? Вот как раз, если бы это был принцип нагрева с донышкой очень мощный, то, наверное, было бы обязательно. Но и в любом случае бы все равно подгорал. А в данном случае есть очень равномерное тепло. И здесь не принципиально, сколько вот туда шоколада поместить. Главное, чтобы оно было покрыто. Ну, хотя бы там на сантиметр 3-4 сантиметра. И уже, в принципе, можно работать. Здорово. Ну, надо, конечно, просто иногда перемешивать и все. Ага, еще один важный момент. Мы как-то его не обсуждали, да? Тем не менее, я думаю, что по ролику будет видно, что я постоянно мешаю шоколаду. Ну, да. Мешать надо всегда. Ну, это, конечно, отчасти спасет колесо, которое мы придумаем к этой ванне. Но если у вас нет колеса... Ну, это связано не только, на самом деле, с охлаждением. Это связано еще и с тем, что шоколад, если его постоянно не подмешивать, будет стремиться разделяться. Так как шоколад – это эмульсия. Ну, и не только разделяться. Еще потом, ты знаешь, там еще распределение кристаллов в будущей кристаллической решетке. Когда мы его не мешаем, то кристаллы... Да, в одном месте растут, а в другом месте нет, да. Да, они кучкуются. Это потом в виде вот этих как раз трейсов, в виде разводов проявляется. Если плохо промешан шоколад. Поэтому мешать, 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 еще раз мешать. Не знаешь, что делать – мешай. Да. Мешай шоколад. Обязательно через какое-то время, даже если он не затемперирован, он у тебя станет темперированным. Это факт. Так, ну что, посмотрим сейчас на плитки. А, еще рано, наверное? Наверное. Это можно понять, насколько прав я был или не прав. Ну, так подозревает, вроде начинает. Ну, хорошо. А что, может, покажем тогда эти плитки, какие они? Пойдем, Серега, в зал, покажем плитки. Пойдем. А, ну да, готовые плитки. Идея, на самом деле, не нова. Мы просто-напросто сделали в свое время акцию с компанией Беглеон. Вот. И на 14-е число нам нужно было сделать срочно большое-большое количество таких плиток. Каких-нибудь, вот там у нас сердечки всякие и так далее. И в день Святого Валентина, и потом 23 февраля, вот, джипы и танки. Это очень простой, но очень эффектный подарок. Из качественного шоколада, вот по такой цене, уходили, как дети в школу. Да? Скажи. Вот так, да? Да, да. Ну, разные другие плитки тоже можно лить. Вот. Конечно, существует такой момент, да? Если вы выходите... О, кстати, погоди секунду. Вот по поводу шприца. Обратили внимание, как я его оставил? То есть я вытянул немного шток и поставил его в таком вертикальном положении. Это позволяет мне на более длительном промежутке времени сохранять шприц в рабочем состоянии. Если я его наполнено шоколадом, например, ставлю вот так, то очень быстро шоколад закристаллизуется в носике, и его придется разогревать через микроволновку. А если я шприц предварительно продул, вытянул шток и поставил таким образом, то он очень долгое время будет оставаться в рабочем состоянии и не потребует дополнительного разогрева в микроволновке. Так что, если работаете вместе в паре со шприцем, со шприцем, это как фамилия, да? Такая немецкая, еврейская. Да. Как вас зовут? Отто Карлович Шприц. Отто Карлович Шприц. Точно. Да. Ну, кстати говоря, да. Слушай, ну, самое простое подогреть, да, это не сворачивая носик, а ссунуть в микроволновку или немножко прогреть этим самым. О, кстати говоря, я знаю еще, что можно сделать. Если у тебя шоколад слишком сильно закристаллизовался, можно взять небольшое количество шоколада, поварешкой или ковшиком, отлить его в миску, подогреть в микроволновке, да, до 40-45 градусов. И засунуть обратно, чтобы не ждать, пока контроллер скачает всю ванну, можно таким образом взбодрить всю массу. Естественно, можно подсматривать постоянно за температурой. То есть, если у вас здесь, о, 29 и шоколад загустел, мы берем... Кстати, давай еще раз на этот момент обратим внимание, для тех, кто уже работает с этой ванной, думаю, это будет полезной информацией. Смотрите, здесь А35 на контроллере показывает. Ну да. И у нас идет постоянно, посмотрите, борьба двух стихий. У нас снизу идет подогрев, а сверху идет охлаждение за счет, естественно, температуры воздуха в помещении. Вот. Соответственно, помешивание выравнивает температуру внутри ванны. Вот всего и делов. Ну, вообще, конечно, может быть, немножко сейчас можно и подубавить, или оставим подубавить? Да нет, можно убавить. Можно, давай убавим тогда. И смотрите, что интересно. Ты помнишь? Да, давай, покажем. Подождите, вот. Да. Исходный. Мы нажимаем исходный, смотрим, сколько было выставлено. 34, да, я поставил. Давай 33, да. 33, давай. Все, и моду возвращает обратно. А, вот и смотри, что происходит, да, сейчас? Угу. А, то есть, зеленый огонек показывает, что температура сбалансирована. На самом деле, устройство достаточно простое в обращении. Крайне простое. Да, довольно сложное внутри. Нет, оно очень простое в обращении. Довольно сложно мозг свой прокачать до состояния понимания того, что происходит внутри. То есть, нужно попрактиковать. Лучше всего вручную иметь хороший навык темперирования шоколада. Тогда работа с этой ванной не покажется какой-то сложной. Если он, конечно, есть очень хороший навык. Если есть представление там о разных способах, о разных методиках темперирования шоколада вручную, то с ванной справиться очень легко. А если этого нет, то хоть в ванной есть, в ванной нет. Ничего не поможет. Нет, поможет только трехзонная машина. Но, как говорится, имея трехзонную машину, бывает, что тоже далеко не уедешь. Так, значит, у меня здесь шоколадка истеризуется. Ну, еще аналат. Ждем. Что-нибудь еще можно только покажем? Рекламную паузу? Да. Мы можем показать вам, как выглядят, например, силиконовые фигурки в сборе, готовые к употреблению в дальнейшем. Давай зальем кого-нибудь. Давай медведя зальем. Давай. Вот смотрите, видите, у нас силиконовая форма. Что, медведя сложно, не хочу медведя заливать. Ну, давай львенка зальем. Или еще кого-нибудь. Львенка зальем. Вот это вот зачем она Света взяла, блин? Это плохая обвинформа. Ее только я показываю, что она плохая, что она не работает. Видишь, да? Здесь вот какие-то бортики нехорошие. Ага. И теперь, что у нас с ней сделать, вообще непонятно. Надо убрать ее. Так. Что у нас там? А, мы хотели что-то залить, да? Да. Знаете, что удобно, когда есть такая ванна? Вот вы когда-нибудь, если заливали формы конфетные, то вы понимаете, насколько сложно с конфетной формы слить обратно. Давай потом об этом расскажем. Или поглазировать конфетки. В этой ванной это будет просто одно сплошное удовольствие. Все-таки, когда у вас есть такой простор, можно... Ну ладно, сейчас так купить, давай покажем, что-то, о чем ты говоришь. Давай. Вот, например, конфетная форма. И над этой ванной очень легко с ней работать. Если выбиваешь шоколад, он весь стекает туда, очень много места, чтобы его не разбрызгать, ты не пачкаешь стол. Ну, в общем, аккуратно, чисто, и все-все обратно. Не нужно там над столом выбивать, там над бумагой, потом все собирать, обратно закидывать. В общем, все это решается, когда у тебя есть такая ванна. Так, давай, это вот, товарищи, мы сделаем. Сначала мы промазываем сложные места. Форма ранее не охлаждалась, она имеет комнатную температуру, поэтому мы ее предварительно прогревать не стали. Хотя можно было бы. Кстати, для более хорошего блеска, более блестящего блеска, рекомендуется форму именно сначала таким тонким слоем промазать. А, чтобы фигурка получилась, да? Ну, на силиконовой форме это, конечно, не принципиальный момент такого плана. А если у тебя, например, поликарбонатная форма, то там это будет очень заметно. То есть шоколад просто в тонком слое, он кристаллизуется быстрее, за счет чего текстура у него более ровная получится. Соответственно, более глянцевая, более блестящая. А сейчас, как бы, я таким образом промазываю лишь только по одной причине, чтобы у бегемота не было последующих... Пузырей. Да, точнее, даже не пузырей, а отверстий. Ну да. В воздушных раковинах, чтобы не было. Вот таким вот образом. Сейчас хвостиком туда шоколад. О, а я пока, знаете, что возьму? Вот такую вот поддержку. Мы просто из кусочка пленки вырезали вот такую вот штуку. А пленку где купили? Вот пленку, пленку, пленку. Где покупают пленку? В шоколаде. Вот и она. Где она, пленка? Да, покажем пленку. Пленка у нас вот тут, да. Листами. Пленка у нас листовая. Вот она. Видно, да? Да. 600 на 400, то есть... Стандарт? Да, размер стандартный под противень. Вот под такой. Из нее можно делать много чего полезного, если я работаю. Так, все поставили. Взяли шприц. Затянули шоколаду и вперед. Видите, очень аккуратно проливая все тонкие моменты. Мы его цельнолитым сделаем. Что-то мне не хочется его выбивать, если честно. Ну, давай. Убираем пузыри. Да, и спокойненько убираем на охлаждение. Как там поживают наши фигурки? О, почти. Почти готово? Да. Уже отходят. Отходят, да? Да. С боков. А с лицевой части еще не отходят? Ну, пока еще нет. Ну, пока еще нет. Ага, вот тут вижу, да, отходим. Вот видите, чем отличается правильный шоколадный холодильник от неправильного? В правильном шоколадном холодильнике стоит большой-большой вентилятор. Да, и есть всегда помидорка и четыре лимона. Да. И яйца стоят на одной полке. Ну, это, конечно, очередной последствием мастер-класса. Хорошо оборудована лаборатория. Залог успеха. Ну, что, мы не будем дожидаться тогда, да? Нам уже стало понятно, что все хорошо. 23 минуты. 23? Ну, и ладно, вы вышли до Таня. Пойдем еще что-нибудь порекламируем? Нет? Надо как-то показать, что мы не обманываем. Понимаешь? А то потом скажут. Ага, у них по-любому ничего там не получилось. Ну, ладно. А, слушай, вот же новинка. Вафельная крошка. Это по заявке у нас... Да. Последний мастер-класс показал, что студенты сильно хотят маленькую фасовку вафельной крошки. Она есть уже. Поэтому она уже есть. По полкилограмма, да? По 500 грамм. 500 грамм. Так что приезжайте, дорогие. Цена, цена. Вот здесь цена. Прайс. Прайс. Прайс-лист. Что у нас еще есть? Вот еще, смотри, какая новинка. Ох ты, здорово. Друзья, ну это вообще просто супер новинка. Давай откроем. Смотрите. 187 рублей упаковка. Она вот смотри, как запечатана. Я не хочу. Да? Нет, ну тут же все видно на картинке. Что тут непонятно. Все уже тысячу раз видели и знают. Виктория Капс. А размеры? А с другой стороны? А, вот. Так. Не видно. Не видно. Видно? Нет, не видно. Короче. Короче, так скажем. Верхний диаметр 65 миллиметров. Высота 30. Нижний диаметр 40 миллиметров. Высота 30 миллиметров. Друзья мои, 8 чашечек. Замечательная упаковка. Не по 300, не по 500 и не по килограмму. По-моему, очень удобно. По-моему, да. Calibout.ru. Молодцы. Ура, ура. Ну, конечно, конечно, там коричневые всякие штучки для конфет появились. И белые тоже в больших количествах. Разные для трюфелей и так далее. Упаковка. Что вам еще показать? Вы, в общем, и так все видели. Большое количество сублиматов, как всегда. Но про сублимат у нас отдельная тема. Мы потом поговорим. Вернемся к шоколаду, посмотрим, что там. А у нас где-то же есть люстра, да? О, кстати, очень классная форма. Форма в виде улитки. Называется изгород. Форма из макролона. Абсолютно новинка. Классная. Очень сильно замечательная форма для конфет. Вишенки. Какао-бобы. Будем до конца показывать. То есть, бегемота даже достанем. Ну, как бы, делали же, не зря. Ну, да. Давай покажем. Давай. Надо поразвлекать, может, какой-нибудь, не знаю, танец, танцевать. Ну, вот смотрите, кстати говоря, да? Самый, один из самых простых способов, все-таки, поместить, проверить, шоколад темперированный или нет, поместить его на холодный металл. Кончик ножа или чуть-чуть на стол. Все, видите? Не липнет, не тает. По крайней мере, в руках. Ванна держит температуру успешно. Здесь 33,9. Если вы хотите на ночь оставить шоколад, то мы рекомендуем вам просто не париться, поставить 40 градусов и накрыть крышкой. Тогда у вас шоколад за ночь прогреется до 40. Кстати, подожди, у накрытой крышки. Если вам нужно слегка приподнять температуру верхней части шоколада, не изменяя показания, точнее задачки, не изменяя настроя контроллера, можно просто накрыть крышкой. Тогда воздух из вашего цеха, из лаборатории не будет снимать тепло. Ну да, прогреется тот воздух, который там внутри, да, и температура выровняется. Тогда температура будет выравниваться. То есть накрывание крышкой позволяет избавляться, в том числе, от лишних этих кусочков. То есть, другими словами, если не было бы лень вмешивать, я бы мог накрыть крышкой и уйти на какое-то время. И у меня бы в верхней части тоже все подплавилось, и потом нужно было просто прийти с ней. Да, один раз перемешать и все. Перемешать. Там главное только не прозевать, как у меня. Уже почти? Ну, вот идет какой-то процесс. Вон, смотри, видишь, уже у тельца отходит. Да. Видно на камере, да? Да, это и есть как раз попадание воздуха. Нет, усадка шоколада. Шоколад усаживается, воздух, соответственно, туда заходит. Получается вот такие вот явные. Уже видно, видно, да, что форма потихоньку. Шоколад отходит от формы. Вот, смотри. Вот здесь почти полностью, да. Ну, как почти полностью? Ну, по крайней мере, по бокам уже все отошло. По большому счету можно уже доставать, но я бы не стал доставать, потому что будут разводы. То есть часть какого масла с незастывшего шоколада просто останется на поверхности формы и, соответственно, уйдет с поверхности шоколада. И в этом месте не будет блеска, будет такое пятно. Пятно. Так что наберитесь терпения, люди, и ждите обязательно до тех пор, пока у вас форма не перестанет контактировать с шоколадом, шоколад не отлипнет. Как отлип, все, можно доставать. Снимаем поздно, по ночам, чтобы нам никто не мешал. Опять что-то лопает. Орешки хочешь? Орешки нет. Давай лучше людей пригласим на выставку. На фир? Да, друзья мои, все, кто сможет приехать 20, 21 и 22 апреля. Что? Да, пародист. Приглашаем вас на выставку в Крокус Экспо, город Москва. У нас большой стенд, где мы собираем всех наших друзей и коллег с целью показать их достижения на шоколадном поприще. В общем, приезжайте. Мы будем вам рады. Да. Да. А еще, а еще у нас с вами замечательные события 24 по 26 в гостином дворе. Мир отелей и ресторана. Электронные билеты на сайте, мы там тоже участвуем. Будем показывать в том числе мастер-классы по плиткам, по конфеткам и по всяким другим замечательным вещам. Приезжайте к нам на огонек. Все? Молодец. Будем тебя брать в кино играть, а я тебя буду озвучивать. Наглая морда. Ладно. Ну что? Ну я не знаю, что. Надо ждать. А, ну вот, кстати говоря, давайте покажем. Вот, видите, вот готовые фигурки. Давай я их выдвину. Давай. Вот они. Ну, светик сегодня делал. Да. Вот это вот, собственно говоря, фигурки, сделанные в силиконовых формах. Изготавливали которые, я имею в виду формы, а не фигурки, студенты на наших мастер-классах. И сегодня наш лаборант. Давай еще покажем, как. Вот смотри. Вон у нас, помнишь, дева была? Да. Постепенно отходят все больше и больше. Да, все правильно. Все больше и больше. Терпение и труд. Все перетрут. Надо было, кстати, чиллером воспользоваться. Давай включим парочку. Сейчас догоним чилер. Давай. У нас есть такой очень маленький холодильник. Но очень мощный. С очень высокой мощностью, да. У него отдельный термометр. Вот. За счет маленького объема камеры он очень быстро включается. Там, как вы видите, стоит такой же точно замечательный контроллер. На котором с помощью кнопки SET выставляется температура минус 30. И он к ней будет сейчас стремиться. Очень большой агрегат холодильный на очень маленький объем. Дает очень быстрое ускорение охлаждения. И можно замораживать фигурки буквально очень быстро. Но переохлаждать фигурку ни в коем случае нельзя. Помните, что если мы с вами достанем очень холодную фигурку из холодильника, то мы получим на ней потом дефекты в виде сахарного поседения. За счет конинесата воды. Скажи да. Да. Вот так, да. Молодец. Ну, 31 минута мы нынче разошлись с того. Молодцы. Видите, с какой скоростью уменьшается температура. Всего-навсего 160 тысяч рублей. Да. Прибор недешевый. Такая штука у вас на кухне. Да, итальянский. Конечно, он используется в том числе для того, чтобы потом делать мороженое. Тут в этом замечательном агрегате, про который мы уже очень много рассказывали на форуме. Ну что, ничего не оторвалось? Нет. Надо было сразу в числе за позицию. Да. Ну ладно, ничего. Не, ну, кстати, могли же люди просто промотать вот этот момент, да? Ну да. Наша задача, главное самое, не прерывать, понимаешь? Да. Что вот оно было. Сериал онлайн. Да. Что не было как-то... Школа шоколада. Покачай камеру. Вот так? Нет, нет, нет. Вот так вот. Раз, два. Вот так вот. Нет, ты не умеешь. Вот все-таки нет у тебя... Нет. Нету. Я, видишь, не гай-германика. Нет. Спилберг. Градился во мной. Спилберг. Я так крупными планами не умею снимать, понимаешь? Камера летающая. Что у нас с температурой? Уже 2,8 градуса. Видите, как здорово? Ну-ка, посмотрим. Супер машина. Можно их перевернуть, кстати говоря. Они будут быстрее охлаждаться за счет большого вентилятора. В этой штуке тоже есть большой вентилятор. Вот он. Кто победит холодильник или чиллер? Или чиллер. Или фризер. Да, пауза, пауза. Затянулась. Затянулась. Ну ничего, на мастер-классе на самом деле тоже бывают паузы. Будем считать, что это онлайновый мастер-класс. Да. Что-нибудь съесть можно. Это, кстати, манго. Да, манго, да. Сейчас смотри, как я сделал. Манго, да. Я ни разу не пробовал манго. Надо попробовать. О, это же манго. Слушай, такой вкус у него классный вообще. Прям манго-манго. Манго-манго. Супер. Да, действительно вкусно, кстати. Думаешь, убедительно было это? Не знаю. Манго, кстати говоря, реально одна из немногих штук, которая, по-моему, поддает свой вкус фрукта. Узнавая. Вот крыжовник я вообще не узнаю. Ты слышишь, шарики вот эти. Что еще есть? Персик. Персик. Нет, персик это убийство. Пинокласт. Пинокласт. Это мне тоже не нравится. Вишню. Вишню я люблю. Дима, уже глубокий минус. Давай доставай. Мишня, кстати, размокла. Давно уже, потому что стоит. Может, перевернуть все-таки? Ну, а что толку-то? О, все, выключился. Слишком долго держали дверку открытой. Все, привет. Это морозилка. В ней у нас обычно... О, надо дернуть. Хранятся пюре. Глубокой заморозки. Видите? Лежат всякие разные фруктовые пюре. Вот. Это, например, страубри. Клубника. Земляника. И всякая разная другая. Вот это очень вкусно. Дима недавно делал мороженое. Ручной работы. Из дыни. Было здорово. Так что у нас есть кое-что, что скрыто. Ну, что? Я не могу больше ждать. Ну, давай. На счет три. Раз. Ну, вот просто это то самое пятно, о котором мы говорили. Ну, да. Мы же должны были, кстати говоря, сказать и показать. Видите? В центре пятно. Это потому, что мы не дождались. Кстати, со временем эти пятна после кристаллизации уменьшаются. Их меньше видно. Потому что если вам конечно хочется быть идеальными, то имеет смысл подождать. Здесь еще не готово. Ну, что, кандурин, да? Ну, да. Кстати, есть смысл исправить ситуацию с помощью кисточки и кандурина. А это у нас Света делала из шоколада. С помощью гелевых красителей вот такие вот яйца. Все, открой. Ой, креативные. Открой пока, сейчас кисточку. Что открыть? В общем, смотрите. Вот. Это просто гелевый краситель. Общеизвестный, да? Вот такой. Самый обыкновенный. Добавлен белый шоколад. И получились вот такие вот у нас супер-пупер. Вот. Уверен, что надо показывать эту... Смотри, какая кислота. Да, по-моему, яд какой-то ужас. Я бы не стал это показывать. Нет, ну, это был экспериментальный эксперимент, понимаешь? Фигня. Будут ли гелевые красители испортить? Испортят они шоколад или нет? А, ну... Оказывается, что нет. Покажи тогда гелевые красители. Гелевые красители я уже показал. Ты уже показывал? В смысле, ну, как бы это... На витрине сколько стоит там? Все такое. А, про краски мы уже говорили. Потом еще попутаем. Будет время. Видите, вот таким вот образом неудачливых экспериментаторов, да, которые пятна посадили. Ну, по контуринию еще рыб. Рыба же это вода. Да? Ну, давай. Ладно. Вау. Вау. Красота. Ну, пятно, конечно, не ушло. Сейчас уйдет, подожди. О, что-то перестарался слегка. Сейчас мы уберем это пятно. Мы тут блеск и добавим. Это уже для тех, кто любит. Для эстетов, да. Для эстетов. Кондитерский лак. Единственное, что, конечно, стоит мазать очень аккуратно. Помажем только рыбу. Да. Используйте лак в качестве декора. Не мажьте им все подряд. Будьте аккуратны. Избыточность всегда плохо. Вау. Выборочная лакировка это называется. Да, да, да. Ну что, красота. Ну что, видно было, что это палачено? Ну, фактически нет. То есть, не видно, да, что палачено? Ну-ка. Ну-ка. Нет, видно, видно слегка. Слегка видно. Может, там подошло? В холодильнике? Давай глянем. У меня еще нет. Ну, как правило, все равно необходимо 30-40 минут на полное охлаждение. Ну, все тогда, давай заканчиваем. Результат же есть? Ну, да. Есть. Бегемота не увидели, ну, что поделать. Ну, да. Зато увидели, как на бегемота мажут шоколад. Ну, да. Все? Пока? Все. Пока-пока. До следующей пятницы. Пятницы. Угу.